Там, знаете, вообще там, если ссупались, там вообще пусто. Валентина Васильевна показывает свою квартиру. Новоселье в селе Кичево справляли зимой 2015-го. К весне семья Юрговых сбежала обратно в старый дом. В новый дом людей переселили вот из этого барака. Говорят, его построили австрийцы 105 лет назад. Но жители уверяют, старый дом гораздо лучше того, в который им предлагают переселиться. Австрийцы, плененные после Первой мировой, строили в Кичево навек. Дело рук современных застройщиков показывают Александру Бричалову. У нас везде сырость. По весне вот у нас вода бежит здесь, особенно около раковины. Вытяжки нет, не работает ладо. О проблеме новый руководитель республики узнал от активистов Общероссийского народного фронта. Общественники были здесь не раз, но решение вязло в бюрократических процедурах. Вот и сегодня. Плесень и холод строители объясняют просто. Жильцы неправильно эксплуатируют помещение. Вы хотите сказать, что дом построен в соответствии со всеми стандартами, технологиями, и этого быть не должно? Ну что вы мне... Максимально выдерживались все стандарты. Ну какие стандарты? Ну посмотрите на первом этаже. Ну что вы мне сейчас рассказываете? Я же только что там был. Там сырость стоит. Сырость стоит. И это не нужно быть специалистом. Я спрашиваю, вы для себя такое построили? Не знаю, что это происходит. Чего не знаю. Что это происходит? Ну вот у меня отец строитель всю жизнь. Я с ним сам строил своими руками. Я за бутовщиком был. Я понимаю, что такое технология. Тот же вопрос Александр Бричалов задает другим строителям в другом населенном пункте. В Малой Пурге на улице Колхозная, словно на отшибе, четыре дома для переселенцев. Пол из тонких досок, без утепления, проблемы с газом и электричеством. Сделали косметический ремонт. То, что обои были все в плесени, стены. И уже снова на этих новых обоях уже появилась плесень по углам. Вы для себя такое построите? Ну ценаю эти чудо-то строите. Подождите, я вопрос задал. Вы для себя такое построите? Не могу ответить. Я не могу. Как построить? Понятно. На совещании глава района признает проблему. Запустили. А исполняющий обязанности министр ЖКХ докладывает итоги новой экспертизы, проведенной в Кичевских и Малопургинских домах для переселенцев. Нарушений масса. Жилье требует доработки. Только строительные работы тянут примерно на один миллион рублей. Но учитывая, что не хватает давления воды в точке водоразбора, сегодня мы видим, что по Малопурге не хватает. Надо применять технические решения по отоплению газовых котлов. Соответственно, нужно более масштабные вложения в указанные лены. Застройщики должны подготовить предложение, как будут исправлять ситуацию. Александр Бричалов дал им неделю. Мне не нужны планы, дополнительные средства рассказывать, кто, где, как будет выделять. Я еще раз через месяц приеду на эти объекты. Если не я, то коллега. Находите, изыскивайте возможности. Александр Бричалов не исключил, что застройщиков проверят и правоохранительные органы. Вопросы есть, а в ближайшее время в Удмуртии пройдет тотальная проверка всех домов для переселенцев. Проблемы переселенцев в Кичево и Малой Пурге новый руководитель республики пообещал решить до конца лета, чтобы осенне-зимний сезон они встретили в комфортном жилье.